МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На праздничный ужин я приготовлю индейку, фаршированную виноградом и черносливом. Предварительно я ее хорошо помыла и просушила. А теперь займусь приготовлением начинки. Начинка готовится очень быстро. А индейку нужно ставить в хорошо разогретую духовку. Поэтому включу ее сейчас. Мне понадобится 180 градусов. Для начала нарежу кубиками хлеб. Традиционно используется кукурузный хлеб. Но его очень тяжело найти в наших магазинах, поэтому я купила просто цельнозерновой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предварительно я хлеб немного запеку в духовке до хрустящей корочки. Тогда он будет лучше впитывать соки, которые будут выделяться в процессе запекания индейки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основная составляющая начинки – чернослив. Мне понадобится около 100 грамм. Нарезаю тоже кубиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо проверить сухарики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлеб подрумянился и даже стал хрустящим. Этого достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам понадобится еще виноград. На кубики нарезать его не надо. Просто разделить на две дольки. Виноград нужно брать без косточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще нам понадобится одна луковица. Нарезаем ее тоже кубиками. У нас получается кубикообразная начинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем нарезаем петрушку. И, пожалуй, это последний ингредиент, который мы будем резать или шинковать. Можно начинать сборку всех ингредиентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две чайные ложки тмина. Теперь нам нужно протушить портвени, яблоки, чернослив и виноград и на отдельной сковородке поджарить лук до карамельного цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поджарили лук до получения золотистого, приятного цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь будем тушить портвени. Виноград, яблоки и чернослив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На неразогретую сковородку наливаем портвень так, чтобы он покрыл дно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И высыпаем все ингредиенты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И протушиваем около 10 минут, пока не испарится почти вся жидкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда выпарилась вся жидкость, добавляем обе массы. Чернослив, виноград с яблоками и лук. Хлебу с зеленью и все тщательно перемешиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинка готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед тем, как наполнять индейку начинкой, следует с одной стороны ее зашить. Для этого вам нужно взять толстую иголку, кулинарную нить. У меня нет кулинарной нити, я не знаю, что это такое. Я взяла обычную нитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через каждые 4-5 стежков делать узелок. Затем, что если вдруг нитка порвется, то не вся, а только частично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно начинать фаршировать. Если вы берете не готовые продукты, как у меня, а сырые, нужно утрамбовывать неплотно, чтобы они успели пропечься и приготовиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь индейку нужно зашить и с этой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рация прошла успешно. Индейка в духовке запекается очень долго. И чтобы ножки и крылышки не сгорели, нужно обернуть фольгой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Связываем ножки нитью. Вот так вот. За полчаса до готовности мы снимем фольгу, чтобы крылышки и ножки подрумянились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И выкладываем индейку спинкой вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Индейку нельзя смазывать майонезом или сметаной. Лучше растопить кусочек сливочного масла и смазать индейку ими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы мы не растопили соль в масле, а натирали ей индейку, она бы могла повредить поверхность. Растопленным маслом с солью промазываем индейку по всей поверхности. И снизу в том числе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время запекания индейки зависит от веса. На каждые 450 грамм нужно взять по 18 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о! Отправляю индейку в духовку на 3 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И каждые полчаса ее следует переворачивать и поливать вытопившимся жиром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До готовности индейки осталось полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора снимать фольгу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока индейка допекается, я приготовлю клюквенный соус. Ну, не есть же такое шикарное блюдо с кетчупом из магазина. Небольшой кастрюле или сотейнике. Поместите свежую клюкву или замороженную. Если вы берете замороженную, размораживать ее не надо. В клюкве добавляем цедру одного апельсина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свежевыжатый сок этого же апельсина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда же добавляем пол чайной ложки молотого имбиря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И три столовые ложки с сахаром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда масса закипит, клюква начинает раскрываться, лопаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И плеваться. Ай-ай. Убавляем газ. И оставляем на плите еще 5-7 минут. Чтобы клюква окончательно размякла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через 5-7 минут большинство ягодок полопалось. Остальные мы поможем с помощью блендера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь соус нужно процедить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом мы избавляемся от ненужной кожицы и цедры апельсина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем в соус пару столовых ложек коньяка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разливаем по соусникам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ставим в холодильник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой соус можно приготовить заранее. За 1-2 дня до застолья. Тогда он еще лучше настоится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Украшу тем, чем и фаршировала. Свежим виноградом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клюквой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подавать буду с охлажденным клюквенным соусом. Помните, что такое блюдо нужно есть только в кругу родных и близких людей. Поэтому сегодня я в гости пригласила целую спортивную династию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для приготовления фаршированной индейки мне понадобится индейка 4 килограмма, сливочное масло 50 граммов, соль 2 чайные ложки, для начинки хлеб 240 граммов, чернослив 100 граммов, яблоки 100 граммов, виноград 100 граммов, репчатый лук 1 штука, петрушка 30 граммов, мин 2 чайные ложки, портвейн 50 миллилитров, оливковое масло 2 чайные ложки. Для приготовления клюквенного соуса с апельсином и коньяком мне понадобится клюква 250 граммов, апельсин 1 штука, сахар 3 столовые ложки, коньяк 2 столовые ложки, молотый имбирь пол чайной ложки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова